Здравствуй, дружок, а сегодня ты узнаешь, как муравьишка домой спешил. Залез муравей на березу, долез до вершины, посмотрел вниз, а там на земле. Его родной муравейник чуть виден. Муравьишка сел на листок и думает. Отдохну немножко и вниз. У муравьев ведь строго, только солнышко на закат, все домой бегут. Сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листке и думает. Ничего, поспею, вниз ведь скорей. А листок был плохой, желтый, сухой. Дунул ветер и сорвал его с ветки. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка на листке. Качается, чуть жив от страха. Занес ветер листок на луг за деревней. Да там и бросил. Листок упал на камень. Муравьишка себе ноги отшиб. Лежит и думает. Пропала моя головушка. Не добраться мне теперь до дома. Место кругом ровное. Был бы здоров, сразу бы добежал. Да вот беда. Ноги болят. Обидно, хоть землю кусай. Смотрит муравей. Рядом у гусеницы землемер лежит. Червяк червяком. Только спереди ножки. И сзади ножки. Муравьишка говорит землемеру. Землемер, землемер, снеси меня домой. У меня ножки болят. А кусаться не будешь? Кусаться не буду. Ну, садись. Довезу. Муравьишка вскарабкался на спину к землемеру. Тот изогнулся дугой. Задние ноги к передним приставил. Хвост к голове. Потом вдруг встал во весь рост. Да и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту. И опять в дугу скрючился. Так и пошел. Так и пошел землю мерить. Муравьишка то к земле летит, то к небу. То вниз головой, то вверх. Не могу больше, кричит. Стой, а то укушу. Остановился землемер. Вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле отдышался. Огляделся. Видят лук впереди. На лугу трава скошенная лежит. А по лугу паук сенокосец шагает. Ноги как ходули. Между ног голова качается. Паук, а паук, снеси меня домой. У меня ножки болят. Ну что ж, сойдись. Подвезу. Пришлось муравьишке по паучьей ноге вверх лезть до коленки. А с коленки вниз спускаться пауку на спину. Коленки у сенокосца торчат выше спины. Начал паук свои ходули переставлять. Одна нога тут, другая там. Все восемь ног будто спицы. В глазах у муравьишки замелькали. А идет паук не быстро. Брюхом по земле чиркает. Надоела муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился паук. Слезай, говорит. Вот жужелица бежит. Она резви меня. Слез муравьишка. Жужелка, жужелка, снеси меня домой. У меня ножки болят. Садись, прокачу. Только успел муравьишка вскарабкаться жужелица на спину, а она как пустись бежать. Ноги у нее ровные, как у коня. Бежит шестиногий конь. Бежит, не трясет. Будто по воздуху летит. Вмиг домчались до картофельного поля. А теперь слезай, говорит жужелица. Не с моими ногами по картофельным грядам прыгать. Другого коня бери. Пришлось слезть. Картофельная ботва для муравьишки леску стой. Тут и со здоровыми ногами-то целый день бежать. А солнце уже низко. Вдруг слышит муравьишка, пищит кто-то. А ну, муравей, полезай ко мне на спину. Поскачем. Обернулся муравьишка. Стоит рядом жучок-блошачок. Чуть от земли видно. Да ты маленький, тебе меня не поднять. А ты большой. Лезь, говорю. Кое-как уместился муравей на спине у блошака. Только-только ножки поставил. В лес? Ну, в лес. А в лес так держись. Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки. А они у него как пружинки складные. Да щелк! Распрямил их. Глядь. Уж он на грядке сидит. Щелк на другой. Щелк на третий. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает. А через забор можешь? Через забор не могу. Высок очень. Тут кузнечика проси. Он может. Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой. У меня ножки болят. Садись на загривок. Сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик сложил свои длинные задние ноги пополам. Потом разом выпрямил их. И подскочил высоко-высоко в воздух. Как блошачок. Но тут с треском развернулись у него за спиной крылья. И перенесли кузнечика через забор. И тихонько опустили на землю. Стоп, сказал кузнечик. Приехали. Муравьишка глядит вперед. А там река. Год по ней плыви. Не переплывешь. А солнце еще ниже. Кузнечик говорит. Через реку и мне не перескочить. Очень уж широкая. Стой-ка. Я водомерку кликну. Будет тебе перевозчик. Затрещал по-своему. Глядь. Бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала. Нет, не лодочка. А водомерка клоп. Водомер, водомер. Снеси меня домой. У меня ножки болят. Ладно. Садись. Перевезу. Сел муравьишка. Водомер подпрыгнул и зашагал по воде. Как по суху. А солнце уж совсем низко. Миленький. Шибче. Просит муравьишка. Меня домой не пустят. Можно и пошибче. Говорит водомер. Да как припустят. Оттолкнется. Оттолкнется ножками. И катит. Скользит по воде. Как по льду. Живо на том берегу очутился. А по земле не можешь? Спрашивает муравьишка. По земле мне трудно. Ноги не скользят. Да и гляди-ка. Впереди-то лес. Ищи себе другого коня. Посмотрел муравьишка вперед и видят. Стоит над рекой. Лес высокий. До самого неба. И солнце за ним уже скрылось. Нет. Не попасть муравьишке домой. Гляди. Говорит водомер. Вот тебе и конь ползет. Видит муравьишка. Ползет мимо майский хрущ. Тяжелый жук. Неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Все-таки послушался водомера. Хрущ. Ах, хрущ. Снеси меня домой. У меня ножки болят. А ты где живешь? В муравейнике за лесом. Далеко. Но что с тобой делать? Садись. Довезу. Полез муравьишка по жесткому жучему боку. Сел, что ли? Сел. А куда сел? На спину. Эх, глупый. Полезай на голову. Влез муравьишка жуку на голову. И хорошо, что не остался на спине. Разломил жук спину надвое. Два жестких крыла приподнял. Крылья у жука. Точно два перевернутых корыта. А из-под них другие крылышки лезут. Разворачиваются. Тоненькие, прозрачнее. Шире и длиннее верхних. Стал жук пыхтеть надуваться. Уф-уф-уф-уф. Уф-уф-уф-уф-уф. Будто мотор заводят. Дяденька, просит муравьишка. Поскорей, миленький, поживей. Не отвечает жук. Только пыхтит. Уф-уф-уф. Вдруг затрепетали тонкие крылышки. Заработали. 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 Поднялся хрущ на воздух. Как пробку выкинул его ветром вверх выше леса. Муравьишка сверху видит. Солнышко уже краем землю зацепило. Как помчал хрущ. У муравьишки даже дух захватило. Заработали. Заработали. Несется жук. Буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес. И пропал. А вот и береза знакомая. И муравейник под ней. Над самой вершиной березы выключил жук мотор. И шлеп. Сел на сук. Дяденька, миленький, взмолился муравьишка. А вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят. Я себе шею сломаю. Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины. Сверху жесткими корыцами прикрыл. Кончики тонких крыльев аккуратно под корыцами. Сверху убрал. Подумал и говорит. А уж как тебе вниз спуститься? Не знаю. Я на муравейник не полечу. Уж очень больно вы, муравьи. Кусаетесь. Добирайся сам, как знаешь. Глянул муравьишка вниз. А там под самой березой его дом. Глянул на солнышко. Солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя. Сучья да листья. Листья да сучья. Не попасть муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся. Вдруг видят. Рядом на листке гусеница листовертка сидит. Шелковую нитку из себя тянет. Тянет и на сучок мотает. Гусеница, гусеница, спусти меня домой. Последняя мне минуточка осталась. Не пустят меня домой ночевать. Отстань. Видишь, дело делаю. Пряжу приду. Все меня жалели. Никто не гнал. Ты первая. Не удержался муравьишка. Кинулся на нее. Да как куснет. С перепуга гусеница лапки поджала. Да кувырк с листа и полетела вниз. А муравьишка на ней висит. Крепко вцепился. Только недолго они падали. Что-то их сверху дерг. И закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана. Качается муравьишка на листовертке, как на качелях. А ниточка все длиннее, длиннее и длиннее делается. Выматывается у листовертки из брюшка. Тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже и ниже и ниже опускаются. А внизу в муравейнике муравьи хлопочут, спешат входы-выходы закрывают. Все закрыли. Один. Последний вход остался. Муравьишка с гусеницы кувырк и домой. Тут и солнышко зашло. Кто дослушал, молодец. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok